Добрый день, дорогие коллеги! Давайте начнем с проверки связи. Как обычно, всем ли меня слышно, всем ли меня видно, видно ли вам презентацию? Замечательно, большинство меня и видно, и слышно. Мы продолжаем серию вебинаров от Международной педагогической академии дошкольного образования. Сегодняшний вебинар будет посвящен изобразительной деятельности в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста. Меня зовут Елена Евгеньевна Дорофеева. Я очень рада вас всех здесь видеть, потому что в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, с одной стороны нам всем тяжело, с другой стороны есть время, чтобы остановиться, подумать, что-то переосмыслить, прервать на секундочку, у нас быстрый жизненный ритм, узнать много нового. Главное, это новое успеть переварить и потом воплотить в своей работе. Если говорить об изобразительной деятельности в детском саду, то у нее, в общем, есть две главные задачи. Первая задача — это развитие навыков. То есть мы учимся клеить, вырезать, рисовать, правильно держать ручку, карандаш, кисть, рисовать кружочки, смешивать цвета и так далее. И вторая главная задача — это развитие творческого начала. То есть когда ребенок придумывает что-то сам, пытается это воплотить на бумаге, когда он реализует себя в творчестве. И часто в детских заданиях эти задачи как бы идут порознь друг от друга. Вроде бы как на занятиях изобразительной деятельности мы развиваем разные навыки и учимся, а в свободное время у детей есть возможность сделать то, что они сами хотят. Но в изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста развитие творческого начала должно превалировать. к старшему дошкольному возрасту здесь должны понимать и оценивать красоту окружающего мира. Для этого нам с вами надо обращать внимание. То есть, допустим, мы не просто говорим «смотри, какие красивые ромашки». Мы говорим «у ромашек нежные лепестки обрамляют желтую бархатистую серединку». Или, допустим, «мохнатый снег лег на замерзшие ветки, покрыл все деревья вокруг». Получилось как будто снежная сказка. Когда мы описываем более подробно, что именно мы считаем красивым в окружающей среде, дети, во-первых, учатся тоже таким описанием, во-вторых, они действительно больше начинают ценить красоту окружающего мира. Ну вот давайте теперь с вами попробуем. Я вам включу фотографию, а вы попробуйте описать, в чем же, собственно, красота этой фотографии. Фотография сделана в Карелии. Я думаю, что там, видимо, на такие белые ночи, или, по крайней мере, не середина лета. Красота природы, яркие краски, закат, переходы цветов, ветерний пейзаж, красивый розовый закат, волшебный закат. Вот да, пожалуй, у меня такое ощущение, что он как будто волшебный. И отражение в озере, конечно, совершенно потрясающее. Размытые тонкие травинки на первом плане. И солнышко садится в голубую даль, закатывается за дальний лес. Да-да-да. Чудесный летний вечер, очень тихий. Да. Полностью с вами согласна. Смотрите, сколько разных эпитетов. Как красиво можно описать эту фотографию. Красота воды, спокойствие. Причём она вызывает у нас, в общем, близкие чувства, но каждый пишет про что-то своё. Кому-то больше нравится вот сам процесс закатывания солнца, кого-то трогает вот такое отражение в воде, чуть волшебное, да, как будто оно не точное, но с другой стороны всё видно. Умиротворяющее. И, в принципе, о любом явлении природы, и не только природы, можно говорить очень-очень много. Почему же это красиво? Можно говорить о ярком солнечном дне, о сказочных облаках, которые иногда плывут у нас над головой, осенью буйства красок и на деревьях, и под ногами. Вот я вижу, у кого-то не видно презентацию, но тогда вы догадываетесь по нашим комментариям, что же здесь за фотография. Вот. Ещё, конечно, старший дошкольный возраст — это время подготовки к школе. Что же такое подготовка к школе в связи с изобразительной деятельностью? Ну, я не буду долго говорить о том, что это развитие мелкой моторики, да, там, учебные навыки всяких и так далее. Больше всего изобразительная деятельность и вообще художественно-эстетическое развитие способствуют становлению образных представлений. А образные представления, как писал Даниил Борисович Ильхонин, нам очень нужны как раз в школе. Они помогают нам при решении учебных задач. То есть, во-первых, нам надо понять эту учебную задачу, потом придумать способ действия, каким же способом мы будем её решать. Возможно, в нашем арсенале нет такого способа действия, тогда мы должны потянуть из памяти всё, что мы знаем, и придумать новый способ действия. Также, чтобы ребёнок был готов к школе, он должен уметь передавать впечатления от окружающего мира. Рисование для детей – это один из самых простейших способов передачи таких впечатлений. Иногда им даже проще нарисовать свои впечатления, может быть, даже передать в рисунке своё состояние, рассказать словами, что же они чувствуют в данный момент. Также, чтобы быть готовым в школе, у нас в старшем дошкольном возрасте идёт формирование действия контроля. Вот, например, Татьяна Николаевна Даронова, она делит такой контроль на три этапа, три вида. Это контроль, ну, если применительно к изобразительной деятельности, то это контроль в процессе создания изображения. Когда мы понимаем, что мы сейчас делаем, чтобы достичь какого-то результата. Это контроль по результату. Когда ребёнок нарисовал какую-то картину или слепил что-то, и потом оценивает, нравится ему результат или нет, он этого хотел достичь или нет. То есть, в отличие, например, от детей трёх лет, которым просто нравится процесс рисования, которые потом довольны своим рисунком, независимо от того, что получился. Вот, дети старшего дошкольного возраста, они уже оценивают. Какой-то рисунок им может совсем не понравиться, они возьмут, порвут его и выкинут. Другим рисунком они будут довольны. И самый сложный вид контроля — это контроль предвосхищающий. То есть, это создание идеи и думывание заранее тоже должно получиться, и потом стремление к этому. Вот, если ребёнок в школе развил эти три вида контроля, то в школе у него будет меньше проблем и с домашними заданиями, и с тенними задач. И ещё один очень важный параметр, который, и умение, которое надо развить в старшем дошкольном возрасте — это оценка и самооценивание. То есть, чтобы ребёнок был успешен в школе, он должен уметь оценить сам себя. Поэтому даже во многих начальных школах детям не ставят оценки, чтобы не заменять саму мотивацию, мотивация своей оценки. То есть, получить пятёрку там или получить четвёрку. То есть, ребёнок сам оценивает, как же ему будет, хорошо ли он сделал домашнее задание, да, хорошо ли у него получилась там прописная буква «э» или не очень, а где у него в строчке, например, самая лучшая буква «э», а где самая плохая. Вот, и именно в изобразительной деятельности довольно легко развивать вот эту оценку и самооценивание. Потому что у нас, во-первых, есть идеи, то есть ребёнок старшего дошкольного возраста сразу понимает, чего он хочет достичь, и потом он может сам оценить свою работу, да, доволен он ей или нет. Это очень так же в школе он будет понимать, доволен он, ну там, прописями своими или решением задачи, или недоволен, или он мог бы лучше. Вот я вижу вопрос, надо ли вообще оценивать детей. Вообще есть такие исследования, которые говорят нам о том, что детей оценивать, ну что значит оценивать? Хвалить, скажем так, надо. Но надо это делать не просто словами «молодец», «умница», «хорошо». Их надо хвалить именно за что-то. «Молодец», «смотри, как красиво ты смешала краски», «посмотри, какая плавная линия у тебя получилась», «какой интересный у тебя сюжет». Ты очень старался, и у тебя получилось очень аккуратно и красиво. И, собственно, вот то исследование, которое проводилось, детям давали решать задачки. И часть детей хвалили словами «молодец», «хорошо» и так далее, а часть детей хвалили именно за то, что они постарались, подумали, что они трудились, в общем, за что-то. И когда им давали более сложные задачки, детей, которые хвалили просто словами «молодец», «хорошо», они пытались их решить и сдавались. Через какое-то время не могли их решить. А дети, которых хвалили за что-то, они очень старались. Да, у них тоже не получалось задачу решить, но они пытались дольше, они искали разные способы. Потому что они знают, что если постараться, у них получится. Это что касается оценивания. Для того, чтобы у детей была возможность развиваться, творить, нам, конечно, нужен центр изобразительной деятельности. У нас, по-моему, был такой вебинар уже, ну и, собственно, курт из статистического развития про это рассказывается. Мне кажется, уже все знают, что в центре изобразительной деятельности должны быть очень разнообразные материалы, потому что они должны быть в открытом доступе, что бумага должна быть не только актериа разных форматов, рулоны, какие-то маленькие кусочки, тряпки, ленты и так далее. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, это как бы отдельная большая тема. Теперь мы с вами кратенько разберем образовательные задачи по художественно-эстетическому развитию, которые вообще в шестом дошкольном возрасте. Я не буду перечислять все, я буду останавливаться на некоторых. Ну вот голубым у меня выделено то, как, собственно, ребенок притворяет свое творчество именно, допустим, в возрасте 5-6 лет. То есть он должен выбирать новые сюжеты, а не ограничиваться теми схемами, которые у него были, и которые, допустим, он умеет рисовать машины, так и умеет. То есть он может уже рисовать очень много всего, семью, разные игры, бытовые явления, природные явления. Также его надо подкалкивать, находить все новые и новые сюжеты, он должен сам находить эти сюжеты. Ну, техники он дальше осваивает, конечно. Наша задача – это показать возможности разных видов изобразительного искусства. Да, то есть скульптура нам дает одни возможности. Мы можем посмотреть пластику, можем обойти ее кругом. Допустим, живопись дает нам совсем другие возможности. Это передача цвета, передача колорита, графика – это ритм, это красота линий и так далее. Переходя к задачам для 6-7 лет, в принципе, у нас все предыдущие задачи остаются. Но мы пытаемся уже и дети пытаются передать именно личные представления, чувства, эмоции в искусстве, в своих рисунках. И именно это мы учим их видеть в произведениях искусства. То есть, когда художник рисовал эту картину, как вы думаете, что он чувствовал? Было ли ему хорошо? Радовался ли он? Любовался ли красивыми красками? Или наоборот, он грустил? Здесь уже из технических задач появляется новая такая довольно сложная задача – это изображать героев движений. Это сложно даже уже художникам, кто профессионально этим занимается. Но иногда у детей это получается. И это просто замечательно, потому что изобразить на плоскости движения это очень сложно и для детей, и для взрослых. Также мы способствуем созданию групповых работ по общему замыслу. То есть, это социально-коммуникативное развитие в том числе, когда дети должны договориться, что они рисуют, как они рисуют. Если им не получилось, что они нарисовали картину, у них там, допустим, две луны на картине. Ну вот в четыре года я видела такой пример, когда дети рисовали иллюстрацию к календарю какой-то месяц, и у них было две луны и два солнца. Значит, дети не смогли договориться. Теперь перейдем, собственно, к образовательным задачам рисования. Одна из главных задач – это смешивать краски, то есть добиваться живописности. Об этом я потом буду подробнее говорить. Очень нравится детям рисовать иллюстрации. Это как раз расширяет их набор сюжетов, на которые они могут создавать свои произведения. Очень важно для возраста 5-6 лет понимание того, что один и тот же объект по-разному выглядит с разных сторон. Как раз на эту тему Жан Пиаже проводил исследование. И он давал детям-дошкольникам в разном возрасте посмотреть на макет. Это были горы, с одной стороны было озеро, с другой домик. Ребенок мог обойти весь макет, рассмотреть его подробно. Потом Жан Пиаже ставил ребенка с одной стороны, а с другой стороны сажал Мишку. Давал ребенку фотографии этой вот, ну, макеты с разных сторон и спрашивал, как Мишка видит этот пейзаж. И дети младшего дошкольного возраста всегда выбирали, что Мишка видит именно так, как они в данный момент видят. То есть, если Мишка сидит со стороны домика, а они со стороны озера, они не понимали, что у Мишки другая точка зрения, да, он видит по-другому. Они выбирали именно ту фотографию, которая показывает горы со стороны озера, то есть с их стороны. И постепенно к школьному возрасту вот этот детский эгоцентризм, когда они не принимают другую точку зрения, он как раз должен переходить в понимание того, что разные люди по-разному видят явления. Они могут посмотреть на них с разных сторон. Они могут чувствовать по поводу одного и того же разные чувства. и изобразительные деятельности, в частности, например, леп, очень помогают в этом детям, потому что они могут обойти как бы свою скульптуру и посмотреть, что с одной стороны у неё спина, с другой стороны перед, потом поиграть с тем, кто с какой стороны это видит, или если, допустим, мы пытаемся с детьми поставить натюрморт, то же самое, да. То есть с одной стороны будет видно, что яблоко загораживает кувшин, а с другой стороны будет видно, что кувшин загораживает яблоко. Очень хорошо, что дети 5-6 лет постоянно рисуют в свободное время. Но занятия, тем не менее, нужны, потому что некоторые дети, большинство детей любят рисовать, но есть дети, которые это не любят. Возможно, есть дети, которым всё-таки надо ещё совершенствовать технику. Есть дети, которым надо подсказывать сюжеты, то есть они не могут сами это придумать. Но у детей в свободном доступе есть что-то для рисования, для лепки, для аппликации, ну, в общем, для творческой продуктивной деятельности это очень-очень хорошо. Значит, в подготовительной группе мы уже можем рисовать с натуры. Это очень сложный шаг для ребёнка, потому что, допустим, просто яблоко он умеет рисовать, но яблоки же, они бывают разные, да, не только красные и зелёные, они бывают не очень круглые, они бывают разноцветные, с листиками, без листиков. У них бывает замка, ну, как бы верхняя побольше или поменьше, да, и рисование с натуры, то есть когда ты рисуешь, ты должен сравнивать с натурой. Очень сложно для ребёнка, но если у него получается, это очень большой шаг вперёд. Ещё довольно важно в подготовительной группе создавать их с будущих работ. Это как раз у нас такой вид контроля, да, самоконтроля. То есть мы рисуем эскиз и смотрим, нравится ли он нам. Обычно это делается на одной четвертинке листа 4. Карандашиком, ну, просто в общих чертах. Нравится он нам или нет? Или, допустим, у нас получилось, что то, что мы изображаем, не вписалось в композицию, а висит где-то снизу, а весь остальной лист пустой. Тогда мы можем точно так же карандашиками сделать ещё один эскиз, чтобы уже изображение было вписано в композицию, а потом уже переходить к большому листу бумаги. А те дети, у которых сразу хорошо получается, они могут намечать сразу на большом листе бумаги. Ну, аппликация – это тоже такой довольно интересный, любимый детьми вид изобразительной деятельности. Здесь я бы хотела обратить ваше внимание именно на аппликации, которые посередине, видите, это разные виды спорта, там люди в движении. Вот если верхний лыжник, он как бы застыл, то нижний сноубордист или вот этот человек, который, видимо, на коньках катается, они прямо передают движение. В аппликации детям иногда легче даже изобразить, потому что они могут подвинуть для таких человека так, чтобы посмотреть, двигается он или нет, или надо еще немножко подвинуть. То есть один из секретов изображения движения, это, конечно, не для детей, а для нас, то, что у человека должен быть смещен центр тяжести, да, когда мы воспринимаем изображение как движение. Еще в подготовительной группе мне очень нравится, мне кажется, это здорово, когда мы играем в изобразительные деятельности, включаем буквы, включаем подписи, включаем, ну, например, аппликации с букв. Мы даже можем в начале года сделать такие аппликации, а потом, ну, допустим, по первой букве имени, а потом каждый повесит эту аппликацию к себе на шкафчик, и она будет радовать его каждый день, когда он приходит и видит, что там, ты, меня зовут Тимофей, и вот меня приветствует этот замечательный тигр. А теперь у меня будет к вам вопрос. Что делают дети на этой картинке? Я понимаю, что некоторым не видно презентации, но я надеюсь, что кому видно, помогут нам понять, что же они делают. лепка, лепка из глины, лепят из глины, лепят, лепят из глины, играют. Татьяна Николаевна, да, они играют. В данный момент они не лепят, для них это игра. И очень важно не мешать детям играть в изобразительные деятельности. То есть то, что они сделали, для них это важно, потому что им это важно для игры. А если ребёнку что-то важно для игры, то он сделает всё, чтобы у него это получилось. Вот мне кажется, это какая-то ракета, она взлетает, ну прям ребёнок в восторге, да. Много героев, что-то они делают, кто-то сидит, какое-то ещё странное сооружение стоит. Я всем очень советую прочитать книгу Елены Макаровой, называется «Освободить сона». Вот она выложена где-то в интернете, её сложно найти, отрывки много где выложены, но целиком она тоже есть. Мне кажется, любой родитель и любой человек, который работает с детьми, даже если он никакого отношения к художественно-эстетическому развитию не имеет, должен прочитать эту книгу. «Освободите слона». Давайте я вам сейчас запишу в чат. Не Макарова. «Освободите слона». Елена Макарова, она работала в студии, и она учила детей лепки. Но делала она это совершенно потрясающе. А есть кто-нибудь, кто читал эту книгу? Напишите плюсик, если кто-то это читал. Ну вот, кто не читал, я очень за вас рада, потому что эта книга, она читается на одном дыхании, и она даёт нам очень много новых мыслей, вдохновляет нас на общение с детьми, и я просто очень рада за тем, кому её только предстоит прочесть. Так, посмотрим, что у нас дальше. Почему-то презентация не переключается. Сейчас попробуем ещё раз. Товарищ администратор, помогите мне, у меня не переключается презентация. Ой, это я, наверное, куда-то перескатила. Ну ладно. Сейчас некоторые в изобразительной деятельности включают и художественное... А, нет, всё правильно. Художественное конструирование. Это спорный вопрос. Кто-то включает, кто-то не включает, но в любом случае его включают и в художественное и исследовательское развитие. Здесь я не стала перечислять много-много задач, которые у нас есть для дошкольного возраста. Мне кажется, одной из главных задач является создание конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства. Это отвечает основным задачам в ГОС, что дети сами меняют среду. Они делают такую среду, которая им нравится. Для того, чтобы дети меняли среду и делали красивые конструкции, им нужны всякие объёмные штуки и довольно большие. Это большие деревянные конструкторы или мягкие модули. Это большие коробки, которые могут изменить среду, из которых можно сделать домик, из которых можно сделать туннель, а из нескольких можно построить даже целый город или там сижины трёх порося. Поэтому вообще детям очень нравится рисовать не на бумаге, а на чём-то, на коробочках, на маленьких, на больших. Когда они рисуют на чём-то, этот процесс их захватывает, это становится игрой. А когда они делают что-то для игры, как мы видели в лепке, это ещё больше как бы... Они забывают о том, что им сложно рисовать, что они не умеют рисовать, что у них чего-то не получается. Они делают так, как умеют, и пытаются сделать это красиво. Ой, я, похоже, не отправила название. Книги. Сегодня я вам расскажу ещё о конспектах занятия по изобразительной деятельности Тамары Семёновны Комаровой. Ну, кроме того, что она доктор педагогических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки и так далее, она очень хороший человек, очень всё-таки воспитатель. Она долгое время работала воспитателем. И потом, когда уже вела научную деятельность, она погружалась в процесс колеком. То есть к каждому ребёнку подходила индивидуально. Она очень хорошо чувствует, что же детям надо в изобразительной деятельности. Кроме того, она является одним из авторов программ «От рождения до школы». Вот. И сегодня мы поговорим о её конспектах к изобразительной деятельности. Слайды переключайтесь. У неё есть несколько конспектов занятий по возрастам, и там очень хорошо прописано, что же в каждом возрасте ребёнок должен уметь, как лучше с ним заниматься. И вот если существуют воспитатели, которые не читают введения, а сразу идут к конспектам занятий, и вот смотрят, так, что у нас там сентябрь, первое занятие, то делать так не надо. Потому что, по крайней мере, во введениях Тамары Семёновны очень много того, что нам понадобится, чтобы сделать занятия изобразительной деятельности действительно интересными, чтобы они были индивидуальны, чтобы у нас был индивидуальный подход, чтобы мы чувствовали, что, например, надо предложить или дать ребёнку трёх лет, а что не надо, что для детей постарше. Собственно, из чего состоит книга? Поведение, методика работы с детьми, примерное календарное планирование по месяцам. Книга очень удобно пользовалась, она вся, вот каждый месяц разного цвета. Здесь прописано программное содержание, методика проведения занятия, название, какие-то советы. Вот, и если у нас март, мы сразу там открываем зелёненький месяц, апрель светло-зелёный. Вот, но хотя мы в оглавлении видим методику работы с детьми 6-7 лет, на самом деле там не только методика работы, прописано оно очень подробно. То есть там есть методические рекомендации по рисованию, о цвете, о рисовании с натуры, о предметном рисовании, о сюжетном рисовании, о декоративном рисовании. Есть отдельные такие подразделы по лепке аппликаций и даже по изобразительной деятельности вне занятий. Да, это новое издание 2019-го или... Нет, я думаю 2020-го года. 2020-го года. Там есть некоторые изменения, но они несущественны в плане занятий. Но с каждым изданием Тамара Семёновна может что-то менять. Что конкретно она изменила в этом издании, я точно не знаю. Вот, это примерное календарное планирование, да. Вот я показала вам кусочек апреля, поскольку, скажем так, это более актуальная информация на сегодняшний день, хотя у нас и нет возможности заниматься с детьми, тем не менее. И Тамара Семёновна пишет, что это планирование, оно примерное. Да, мы можем менять занятие, мы можем что-то убирать, что-то добавлять. Это зависит от того, чем живут, чем живет наша группа и наши дети в данный момент. Если какое-то занятие электронной версии на данный момент нет, отвечаю на вопрос. Если какое-то занятие детей очень заинтересовало, мы можем посвятить ему еще одно занятие, изобразительной деятельности, или вынести продолжение в свободную деятельность. Если наоборот, есть какие-то техники или умения, которые западают у детей, которые не были развиты раньше, в предыдущих группах, то, конечно, имеет смысл посвятить этому умению, этой технике какому-то приему большей занятий. Либо нам надо попасть, у нас, допустим, идет предыдущий формат, и нам надо попасть в это событие, в тему. На что я хочу обратить внимание, да, это конспект для подготовительной группы. Здесь практически нет таких занятий, как рисуем снеговика и так далее. Практически все занятия дают детям свободу выбора. Свобода выбора сюжета, свобода выбора иногда техники, иногда вообще свободное рисование, то есть рисование или аппликация по замоку. Например, полет на Луну, да, 12 апреля. Каждый ребенок нарисует что-то свое. Возможно, они все нарисуют ракету, но у каждого это будет своя ракета, да. Они одинаковые, как у нас иногда бывает. Аппликация, допустим, у нас есть желтый прямоугольник, два синих окошка там и какой-нибудь треугольник вверх ракеты. Вот для детей, особенно в подготовительной группе, очень важно именно, когда они сами выбирают, что рисовать, и в особенности, как рисовать. Да, изобразительная деятельность для старших дошкольников – это свобода творчества. Главное, чтобы их до этого не загнали в рамки, и они сами себя, дети сами себя загоняют в рамки. Они научились, допустим, рисовать машинку, и они рисуют эту машинку, рисуют много-много разных машинок, которые похожи. Вот, поэтому мы должны их расшатывать, да. То есть они рисуют эту машину, но добавят, куда она едет, где она едет. Допустим, она едет по городскому пейзажу, а где же ее водить и так далее. То есть если дети считают, что они ничего больше не умеют рисовать, или дети не хотят больше ничего пробовать, мы берем их сюжет и начинаем его как бы расшатывать в разные стороны и добавлять туда то, что можно добавить. И здесь оказывается, что дети умеют рисовать все. Конечно, комментировать рисование можно, вот отвечая на вопрос. Можно комментировать фактически, говорить, что делает ребенок. Потом обязательно обсуждать надо работы. То есть у кого что хорошо вышло, а что можно было бы подправить. Но обязательно положительное тоже выделять, ни в коем случае не выделять лучшую картину, ну или лучшую работу. Об этом я подробнее говорила. Мне кажется, на предыдущем вебинаре, он, наверное, выложен в Ютьюбе, на канале Ютьюб Международной педагогенической академии. И там я подробно рассказывала, как же разбирать работы вместе с детьми и как их обсуждать. Книга «Изобразительная деятельность» есть в продаже. Она есть в магазине «Школа семиденомов». И в конце вебинара вы услышите даже ссылку, по которой можно купить эту книгу. Также я хотела обратить ваше внимание на то, какое значение Тамара Семеновна придает цвету. В совершенно дошкольном возрасте дети уже знают много цветов, и с ними можно играть и заниматься именно этими цветами. То есть рисовать спектр, да? То есть мы рисуем желтый, синий, красный, а потом смешиваем там в виде зеленого, фиолетовый, получаем оранжевый, добавляем белила и получаем другие оцинки. Очень здорово есть такое занятие, как радуга. Мы рисуем акварелью, мы набираем много воды и краски акварельные на кисточку, проводим там красную полосу. Потом, пока красная полоса еще не высохла, хорошенько полоскаем кисточку, набираем там желтый цвет и проводим, как бы чуть наезжая на эту красную полосу. Вот это совершенно потрясающие переливы, и детям очень нравится рисовать акварелью, когда она проявляет вот свои свойства. То есть когда она переливается, когда она сливается, могут быть даже разные потоки. Можно давать детям рисовать и говорить с ними о холодных цветах и теплых цветах. Например, у нас есть зеленый, но зеленый может быть как холодным цветом, так и теплым цветом. Чтобы зеленый получился холодным, к нему можно чуть-чуть добавить синего. Чтобы зеленый получился теплым, к нему можно чуть-чуть добавить желтого или охры. Но дети вообще любят смешивать краски, но иногда они заигрывают, и им интересен там процесс смешивания. Здесь надо им напоминать, что не обязательно смешивать много краски. Мы обычно берем, ну, допустим, если нам нужен какой-то бледный цвет, мы берем белил и добавляем чуть-чуть краски. Значит, если мы положим их примерно в равных долях, то у нас получится примерно тот же синий, но чуть-чуть бледнее. Вот я вижу, Ирина Кутузова пишет, что когда детей 30 и более, не посмешиваешь краски. Но это общая проблема, я понимаю. Тем не менее, в подготовительной группе дети уже достаточно самостоятельные, и они могут самостоятельно смешивать краски. Мы можем комментировать что-то по цветам или догадываться, потому что дети часто не запоминают, что желтый с красным, получается оранжевый, и они этого не чувствуют. Да, и чтобы они именно почувствовали, как же смешивать краски, нужен довольно большой опыт. Да, как они в радуге переливаются, что будет, если смешать разные краски. Они могут попробовать смешать красный с зеленым, да. Мы знаем, что это получится коричневым, и они-то не знают, не думают, вдруг получится какой-нибудь интересный цвет. Вот, и в прошлом дошкольном возрасте мы уже, значит, говорим о тепло-холодных цветах, о ярких, неярких цветах, бледные-яркие, а кто красных цветах, такие как зеленый с красным, синий с оранжевым, желтый-фиолетовый. Да, и потом мы уже можем задавать детям рисование, например, используя только холодные тона. Ну, естественно, мы должны сначала с детьми разобраться, такие холодные, и вспомнить их, перечислить их, да, потому что даже желтый может быть холодным, в принципе. Но дети обычно выбирают такие сине-зеленые палитры, и получаются действительно очень красивые работы. Вот, например, дворец Снежной Королевы, который выполнен в холодных тонах. А здесь я привела вам знаменитую картину Василия Дмитриевича Поленова «Белая лошадь на фоне белой стены». На что мы обращаем детей внимание? Вот выгляните сейчас в окопе и посмотрите на любой дом, ну, например, который виден вам из окна. Вы видите освещенную стену и неосвещенную стену. И эти стены одного цвета. Допустим, ну, вот я вижу такой светло-серый дом. Да, но стена, которая освещена солнцем, она прям яркая-яркая, даже желтоватая. А стена, которая в тени, она как раз, она тоже теплых цветов, но совсем другого. Вот, и художники в 19-м, в 20-м веке, в начале 20-х, они любили экспериментировать и вот рисовать, допустим, белое на белом, или нарисовать картину только зелеными красками, на зелеными разных цветов. Тоже можно так играть. Ну, можно по желанию, например, нарисовать подводное царство только зелеными красками. Мне кажется, это интересно. Там будет и сине-зеленый, и изумрудный, и салатовые водоросли. К сожалению, вот эта картина, которая сейчас видна на презентации, не очень плохая здесь цветопередача, по крайней мере, с моего экрана. И в интернете я не нашла вообще удобоваримой цветопередачи, но смысл в общем понятен. Дальше переходим к рисованию по замыслу. Вот я веду курс повышения квалификации по художественно-эстетическому развитию. И некоторые воспитатели у меня спрашивают, дети все срисовывают друг от друга. Как же нам сделать так, чтобы они не срисовывали, а рисовали разные? Для этого нам нужны индивидуальные темы. Например, кем ты хочешь быть? Очень хорошо до этого, конечно, в тему профессии с детьми поговорить, какие бывают профессии, какие у разных профессий атрибуты. Хорошо, если кто-то из родителей придет и расскажет о своей профессии. Мы как бы, если у нас знакомство с окружающим миром идет по этим профессии, мы рисовать будем профессии. Давайте с вами придумаем, какие еще вот такие рисунки, какие темы можно придумать для рисования, допустим, чтобы все работы были индивидуальны. Нет, но срисовывать они точно будут, но нам все-таки важно, некоторые точно будут, а некоторые точно не будут. Но нам важно, чтобы они проявляли свое индивидуальное начало, свое творчество, свою личность. Домашний питомец, да, портрет мамы-папы, да, свой любимый герой, город будущего, вообще шикарная тема. Нарисовать своего любимого персонажа, да, свои любимые цветы, моя семья, любимая игрушка, да, 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 все это правильно. Что такое добро, передать в рисунке, это такая прям философская тема. Я бы это обсудила сначала на, допустим, утреннем круге в формате развивающего диалога, а потом уже можно и порисовать, наверное. Да, персонаж любимого мультфильма «Дом моей мечты». Да, вы все молодцы, все именно так. То есть, если мы хотим вытянуть ребенка именно на творческое начало, нам надо давать какую-то индивидуальную тему, которая у всех разная. Что я видел во сне. Некоторые дети не видят сны. Но тема тоже хорошая. Также в старшем дошкольном возрасте мы уже можем познакомить детей с профессией художника. Потому что тем, тем они занимаются на уроках из-за деятельности, ну, на занятиях, вот. И настоящий художник — это немножко разные вещи. Так же, как те предметы, которые мы изучаем в школе, допустим, историю, и настоящий историк, и профессия историка — это тоже совсем разные вещи. Во-первых, художник, если мы представляем художника, мы представляем такого человека, ну, мне представляется, палитра в руке и в берете почему-то, да? Вот. Художники не все такие. Вот эта молодая девушка, она вот без берета вроде как, и палитра у нее какая-то неправильная, но она тоже художник. Будет очень здорово, если вдруг в вашем районе или в вашем городе есть возможность куда-то ходить и посмотреть именно на мастерскую художника. Вообще мастерская художника — это такой отдельный мир, а мастерская скульптура, она еще интереснее. И как только дети попадают в новое место, где они никогда не были, у них сразу расширяется кругозор. И тем больше таких разных странных мест, необычных, они посещают, тем шире кругозор ребенка, тем, значит, шире у него возможность вообще выбора, возможность осмысления этого мира. Ну, даже если у нас нет возможности сходить в мастерскую или посмотреть, допустим, договориться с художественной школой и посмотреть, как они рисуют с натуры, да, ну, на пленэре, да, там, пейзажи или наброски какие-то, детям это все будет очень интересно, это будет сильно расширять их кругозор. Возможно, они даже захотят сами потом порисовать с натуры. Либо мы можем, наверное, показать, я не смотрела, но, наверное, в интернете есть какие-нибудь виртуальные экскурсии по мастерским. Я думаю, что все такое может быть. Вот, переходим, значит, к рисованию с натуры. Старшим дошкольным возрастом, это вообще такой возраст, когда можно начинать очень много и очень интересно, и много всего. О, значит, рисование с натуры, я уже говорила, что это новый этап рисования. Обычно, если мы ходим в художественную школу, то, в целом мы рисуем какой-то элементарный предмет, допустим, яблоко, да, мы его рассматриваем, мы пытаемся передать его цвет. Это очень сложно, да, я знаю, но попытаться можно. Потом мы можем переходить к элементарным натюрмортам. Нарисован очень сложный натюрморт. Обычно это яблоко и груш. И здесь как раз вебинары... Давайте я отвечу на вопрос, пока я его вижу и помню. Есть вебинар тоже по художественно-статистическому развитию, но по младшему дошкольному возрасту, скорее всего, он выложен на нашем канале в YouTube. Мила Администратор, напишите, пожалуйста, ссылку на наш YouTube-канал. Вот. Также много чего есть в курсе художественно-статистическое развитие. Видите, это курс повышения квалификации на 36 часов. Я дальше дам на него ссылку. Вот. И если мы рисуем несколько предметов, дети уже должны понимать, что один предмет загораживает другой, да, и как это изобразить в рисунке. Есть даже специальные схемы, когда у нас есть, ну, прорисованы контуры, да, и детям говорят, что яблоко находится за кувшином, раскрасить правильно предмет. Ну, вот так можно тренироваться. Вот. Еще детям очень нравится рисовать снатуру. Им нравится рисовать здание своего детского садика, если он расположен в отдельном стоящем здании, или если в округе у вас есть какой-нибудь небольшой простенький дом, то можно привезти туда детей, там, с блокнотиками или с планхетами, в зависимости от того, что у вас есть, и попросить сделать эскиз. То есть карандашиком наметить очертания, а раскрасить, допустим, уже на занятии в группе. Вот. Надо проговорить, естественно, форму крыши, форму окон, сколько окошек и так далее. То есть сначала обсудить, потом уже рисовать. Вот. Еще такой большой простор для деятельности – это рисование иллюстрации в сказках. И вообще создание книг и обложек. Во-первых, создание иллюстрации, оно не ограничивает ребенка. Он может сам выбрать как бы более сложный сюжет или более легкий сюжет, да, или какое-то место, которое ему больше всего понравилось. А рисование обложек и создание рукописных книг – это вообще совершенно здорово, потому что дети их потом пересматривают по много-много раз. То есть если мы рисуем обложку в книге, мы должны детям показать разные обложки, да. Бывают однотонные обложки, бывают разноцветные обложки, бывают обложки с красивой большой надписью, бывают обложки с красивым большим рисунком. На некоторых обложках у нас есть рамочки. Да, все вот это мы должны... Ну, допустим, когда у нас неделя книги идет, и мы решили создать книгу. Мы можем с детьми сами придумать сказку, а потом сами ее проиллюстрировать. Вот в образовающем центре мы весь год сняли с детьми сказки и рисовали иллюстрации. А в конце года, потому, кажется, это так нравилось детям, потому что мы стали по полугодиям делать. Мы собирали эти сказки и читали настоящую книгу, ну, с помощью родителей. Родители говорили, что дети, ну, в зависимости от возраста, кто-то пытался сам читать. Ну, в общем, просили родителей пересказывать эти... и перечитывать эти сказки по сотне раз. И причем ребенок даже через полгода, он помнит, какую фразу он сотенил. Ну, вот мы сочиняли как бы через фразу, да, а не отдельные сказки. И обычно именно ту фразу, которую он сочинил, он ее иллюстрирует, что самое интересное. Но можно брать и известные стихи, и иллюстрировать известные сказки. Так, в общем, более-менее почти все, что хотела вам рассказать, рассказала. Конечно, говорить можно еще много, но я так остановилась пунктом на некоторых местах, которые мне кажутся самыми интересными и любопытными. вот, собственно, конспектом Тамары Семеновны Комаровой. Это наше новое издание, программа «От рождения до школы». Там прописаны разные новые методики, новые формы работы с детьми, там пространство для скореализации, утренний круг, новый формат праздников и так далее. Все это, насколько я знаю, в ближайшее время, вот сейчас, пока у нас есть время слушать вебинары, наша Академия, я думаю, уже со следующей недели будет представлять эти новые методики, будут какие-то вебинары, посвященные методикам. Если вы зайдете в интернет-магазин «Школа семьи Гномов» и напишите там промо-код или код скидки мопада, вы получите скидку минус 25%. Если у вас уже была какая-то, то есть это официальный интернет-магазин издатель «Самозаик Синтез», который издает программу «От рождения до школы». Если у вас там была какая-то скидка, но меньше, ну, допустим, скидка постоянного покупателя, она заменится автоматом на минус 25%. Также вот здесь есть контакты, кому нужно переписывайте, запоминайте, фотографируйте для поставок детским садам по всей России. Вот телефон 8495-380-2268-116. Это отдел по работе с детскими садами. И я бы хотела еще в качестве такого подарка или идей предложить несколько видов деятельности для детей на карантине. Первое – это писать им письма. Это не совсем, с одной стороны, изобразительная деятельность, да, но мы же можем в письмах рисовать, и очень часто в письмах дети что-то рисуют. Например, мы пишем от лица, допустим, домовенка, который остался в нашем детском садике, либо от своего лица. Вот, и просится детей рассказать и нарисовать, где они живут, как они проводят время, чем они занимаются. Ну и потом, поскольку у нас карантин, родители это фотографируют и пересылают. А потом, когда, я надеюсь, что мы уже скоро все сможем встретиться друг с другом, будем обсуждать эти письма и смотреть, и сравнивать. Еще можно построить свой город. Можно слепить, можно построить. Конечно, здорово было бы построить какой-нибудь домик из коробки, но сейчас в большие коробки взять особо негде. Зато там из-под яиц контейнеры, из-под молока пакеты. Разная упаковка у нас в большом количестве. Все это можно обклеить, можно закрасить. В общем, здесь много чего не надо, только ножницы, небольшая помощь родителей, маркеры, бумага, клей. Можно создавать картины из всяких подручных материалов. Ну, вот здесь вы видите дятла. Это совершенно потрясающая картина. Это, конечно, делал не ребенок. Но можно использовать макароны, если они у нас не в дефиците. Гречку, блестки, нитки, ленточки, старые пуговки и так далее, и так далее. Вот я предлагаю вам угадать, из чего сделано дерево, вот на котором сидит дятел. Я долго рассматривала, прежде чем... Потом, честно говоря, я прочитала, если он издален. Макароны, нет, не макароны. Тесто, нет. Картошка, ну, ближе, но не картошка. Картофельная чистка еще ближе. Ну, корки апельсина. Ну, в общем, это корки, я вам подскажу. Ну, это и очистки даже. В общем, это очистки тыквы. Желтые тыквы. Все, интрига раскрыта. Вот, еще будет здорово, если вы, например, в нашу группу или в группу «Площадка от рождения до школы» накидаете идей друг на друга, тем еще, как развивать художественное и эстетическое развитие дома, чтобы детям это было интересно. Да, чтобы дети не просто рисовали, а чтобы это вот прямо был какой-то проект или какая-то такая деятельность, которая подтягивает разные другие виды. Вот это QR-код нашей группы ВКонтакте. Там мы выкладываем разные новости о бесплатных вебинарах, о платных вебинарах, там скидки какие-то, акции, наши активности и так далее. Подписывайтесь, читайте. Там точно будет информация по всем следующим вебинарам. Вот это курс повышения квалификации художественное и эстетическое развитие. Сейчас во время карантина у нас действует скидка минус 30%. У нас ни разу не было такой скидки на курсы повышения квалификации. И с такой скидкой этот курс будет стоить 1540 рублей. Вот. Там лекции читает, ну вот, я, Тамара Семеновна Комарова, читает лекцию и другие представители БАДА, ну специалисты там, вот есть музыкальная деятельность, да, театрализованная игра, приобщение к искусству и разные другие области. Конструирование. Это наши контакты. Если есть какие-то сейчас вопросы ко мне, пишите. Я с удовольствием отвечу. Следующий бесплатный вебинар будет в тверд. К сожалению, тему я сейчас так наизусть не скажу. Это можно посмотреть на сайте. Там висит расписание вебинаров. На сайт www.inpada.ru Вебинар будет в тверд. Спасибо. 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 Спасибо.